Всем доброе утро. Вчера был ужасный день. Я никогда, наверное, за все время своих путешествий так не вставал. Даже в Монголии я так не вставал. На работе я так не вставал. Я так нигде не вставал. Я же еще не буду вставать. Побежали, 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 побежали. Давай, 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 давай. Я вчера выбрал дорогу, которую в конце пути я просто проклянулась. Я ехал и орал, что-то типа, когда эта сраная тайга закончится. Я весь чешусь. Вот тут нет ни комаров, ни мусора. Но у меня постоянное ощущение, что в нее кто-то грызет, кусает. Залезает под шлем, когда еду, меня кусает. И кусает снова. Я проехал вчера всего 750-800 километров. Ехал я почти 14 часов, то есть весь день. В 9 утра до часу ночи. И я доехал только до Северодвинска. Я даже не доехал до Архангельска. А дело в том, что из этих 750 километров асфальта было только 150. А вся остальная дорога, это настолько сраный грейдер. Настолько сраный. Я никогда не видел по такому грейдеру. Тут, можно представить, 13 часов ты просто пилишь и постоянно отлавливаешь мотоцикл, чтобы не завалиться. Ни разу не завалился. Периодически пролетают лесовозы. Какие-то люди иногда пролетают на скорости просто 120. Я не знаю, как там машина у них не разваливается. И, короче, вот так вот 600 километров просто сранить через тайгу. Не очень плохо. Короче, я знаю, от чего мне станет легче. Мне надо пойти искупаться в Дену Моя. А дальше, когда я приехал, наконец, в Северодвинск, оказалось, что все гостиницы закрыты на карантин. В итоге я штук 5 объехал. В одной только меня поселили вот такой вот какой-то домик. Всю ночь было холодно. Потом одел кофту под утро, стало жарко. Короче, это просто кошмар. Срочно на море. Вот так выглядит мой боевой конь. Я, в принципе, такой же. Но на коне видно лучше. Надо ехать тебя мыть, брат мой. Проснулся, наконец, в Северодвинск. Двинске, блин, ветер сильный. Еду на остров Ягры. Вот мне человек, который я жил, сказал, что, в общем-то, смотреть тут особо больше нечего. Надо доехать на остров Ягры. Там есть набережная. Но Северодвинск мне пока не сильно нравится. Не могу найти ни одной мойки. Только самомойки. Там берут только бумажные деньги. Денег бумажных нету. Войти в положение никто не хочет. Спрашиваю, где нормальная мойка. Все, блядь, не местные. Откуда они приехали, непонятно. Ну, наверное, из тайги. И с утра маковые росинки во рту не было. Блин, вот прям две задачи. Поесть, помыть мотоцикл. Зафоткаться в Белом море. Три задачи. И четвертая. Наконец, доехать до Архангельска и двинуть домой. Где-то вот здесь вот сейчас будет игры. Итак, пока едем до Яга, расскажу то, что успел узнать о городе. История самого Северодвинска как города берет свое начало лишь с 1936 года. После того, как советское правительство решило возвести в этих краях судостроительный завод. И назвали этот пока еще поселок Судострой. Но уже через два года поселок превратился в город с названием Молотовск. Во время Великой Отечественной войны Северодвинск был важным портовым городом, который принимал корабли стран Союзниц. Но вся слава досталась Архангельску. Далее страна советов на пять лет забросила свой проект и вспомнила о нем только в 50-е годы, когда решено было строить атомные субмарины. Именно в эти годы город был назван Северодвинск и началось его восхождение, которое закончилось в 90-х годах вместе с упадком СССР. Долгое время Северодвинск был закрытым городом и въехать в него мог далеко не каждый житель Союза. И очень символично, что именно в мой приезд город снова стал закрытым, но уже по другой причине. Коронавирус. Какой-то завод в городе встал из-за того, что большая часть рабочих заболела. В город никого не впускали и не выпускали из него. Но меня по воле случая и впустили, и выпустили. Несмотря на то, что, чтобы выехать из города, нужен специальный пропуск, о существовании которого я даже и не знал. Поэтому, когда на выезде из города я встретил автоматчиков, преградивших мне дорогу, я как-то от удивления скорее открутил газ и уехал. Стрелять в спину они мне не стали. Так, пока не сильно похоже, что будет какая-то красивая набережная. Наверное, немножко проскочил. Смотри, действительно море тут есть. Да, кстати, игры уже давно не остров, а соединен с материковой частью. Момент въезда на него я даже не заметил. Море есть, набережной нет. Насколько я понял местных жителей, этот остров не только произвел когда-то впечатление на гостей английского судна, но и до сих пор нравится всем местным жителям и гостям города. Рыбаки, отдыхающие, гости города, спортсмены, просто праздно шатающиеся люди все здесь на играх. Вот Белое море. В принципе, как черное, только белое. Очень много морского мусора. Вон там, смотри, кроссфитеры какие-то бегают. Слушай, ну мелко. Заход идеальный для катания на кайке. Море спокойное. Вот такой вот пляж. Угадай, где я? На Белом море. Угадай, что я буду делать? Купаться. Слушай, там как-то была потеплее вода на берегу, когда я пробовал. Короче, я один такой. Я морж. Никто не купается. Я все иду. Уууу! не обжигает но на самом деле это то что надо чтобы себя прийти захват дыхание перехватывать о 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 какой к а море кстати почти не соленая сразу полегчало не знаю никаких проблем не было меня на въезде вот когда я уже подъезжал кентрах в ну в десяти от города меня остановили я так и не понял то ли дпс то ли полиция остановили проверили документы посмотрели на меня значит какое 13 часов ехал по этим дорогам по по тайге игорь игорь ты горит точно здоров и и вчера вообще так устал прямо такая цель была на белом море ну хотелось да вот был три дня думаю надо доехать посмотреть на белом море не был ну красота да ну дороги конечно вот если со стороны онеги там их нету просто просто нету я не ну на мотоцикле то хорошо но как бы там такая дорога что надо постоянно ну то есть расслабиться нельзя постоянно стоишь постоянно его отлавливаешь потому что там то песок то яма какая-нибудь удовольствие так себе ну это кино озеро доехал вчера посмотрел вы спортсменка да нет любитель понятно в общем давайте жду ваших фотографий спасибо где вы их будете выкладывать у меня на ютюбе есть блог мотопут называется мотопут мотопут да зайдите посмотрите да вот вы как раз в самом конце будете потому что это конец поездки мотопут мотопут хорошо все до свидания все до свидания а вот еще проедете да там и конец туда пройдите там есть такие вот пирс ну вот это вот этот да который да были там нет еще не дошел это вот в войну самолеты взлетали вот с этого пирса да 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 сейчас тут там все развалено но фотографировать можно интересно сейчас дойду доеду наверное скорее чем дойдут далеко здесь минуту так идти спасибо большое с той стороне тоже очень красиво как бы все успеть такие вот люди в северодвинске а молодежь которые приезжие с тайги блин бестолковые конечно этих на автомойках это вообще а вот есть нормальные люди спортсменки комсомолки несмотря на карантин жизнь здесь продолжается боксер бегает вот девушки с красными волосами гуляют с музыкой плохо что времени так мало блин надо ехать так вот ребята говорят там подводная лодка надо как-то проехать песка очень много но сейчас сделаем короче так ну прорвался через барханы надо же доехать посмотреть до места которое девушка рекомендовала когда еще по пляжу белого моря покатаюсь правильно как удобно сделали резина конечно немножко не та ух ты красотища сейчас бы мне шашки я тут дал бы да и так в принципе можно дать да и так в принципе можно дать не знаю это да и и и и и и Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Спасибо. Смотрите продолжение в следующей серии. До хрена песка. До хрена песка, конечно. Не знаю, надо пробовать. Ну, у резины просто зацепа нет для песка, для такого. По сырому-то нормально. Так, вот ребята говорят, там подводная лодка. Надо как-то проехать. Песка очень много. Ну, сейчас сделаем, короче. Так. Давай пробовать. Если что, тут пока крупный парень подтолкнет, может. Ну, давай, гусяш. Мы с тобой сможем, я знаю. Пешочком в крайнем случае дойдем. Побежали, побежали, побежали. Побежали, 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 побежали. Побежали, побежали, побежали. И бронепоезд не промчится Тяжелый танк не проползет Нам пролетит Сталина Ох ты, тут вообще красотизка Песню ой, не вся распластанная крылья За вечный мир, последний бой Летит Стальная эскадрилья За вечный мир, последний бой Летит Стальная эскадрилья Пилоту недоступен страх Глаза он смерти, смотрит смело Твою мать, подводная лодка! И без охраны! И если надо, жизнь отдаст Как обдал капитан Гастелло Про певер громче песню пой Не вся распластанная крылья За вечный мир, последний бой Летит Стальная эскадрилья За вечный мир, последний бой Летит Стальная эскадрилья Идем, пойдем, пойдем, пойдем Настоящая подводная лодка Ребята, а это старые или это это? Старые, да? Или нормальные? А, то есть это вот те, которые сейчас охраняют наш покой, да? Получается Ну, в данный момент это не было Карпачал, хоть прикрыл Это два конкурса в одной лодке Омывайтесь на полу, да Акулы Они готовы выйти в горе Они готовы выйти в горе Они готовы Отдыхают, да? Да Вот где так рыбу еще половишь, чтобы подводная лодка стояла Наверное По 70 Серьезно? Там сауна, бассейн А сколько они могут вообще? Нет, не всплывать Хоть сколько Хоть сколько Ну, атомная же, да, наверно тогда? Понятно Варяк Ну, красота Ну, к сожалению, в Северодвинске все Программу минимум выполнил Надо ехать домой Сейчас Архангельск Я думаю, что там тоже будет интересно